В новом учебном году в Красноярске откроют 400 первых классов. За парты сядут приблизительно 11 тысяч первоклассников. Это примерно столько же, сколько было и в прошлом году. Принимать заявление начнут уже с 1 февраля, но многие родители уже сейчас обивают пороги школ, пытаясь записать своего ребенка в конкретное учреждение. Как обычно, в топе самых желанных для родителей лицеи, гимназии и школы, которые находятся в густонаселенных районах. Одни выбирают учреждения по принципу звездности, другие по удобству. По статистике, примерно 20% первоклассников идут в школу не по микроучастку проживания. Молодая мама Марина рассказывает, подыскивать учебное заведение для дочери начали еще год назад. Выбрали в другом районе, но вот шансов попасть именно туда, говорят, не так много. Мы живем в районе в Октябрьском, там не очень хорошая ситуация, достаточно зачисления. Мы выбрали 131-ю про гимназию, я про нее слышала. Друзей, они говорили, что там очень хорошее отношение к детям. Там всего 4 класса первых, то есть это начальная школа. Проблематично достаточно туда попасть, потому что она совмещена с садиком, и в первую очередь туда зачисляются дети именно из садика, которые при этой школе. А уже потом все остальные желающие. А некоторые родители идут на всевозможные ухищрения. Чтобы попасть в нужную школу, меняют прописки или составляют договоры аренды квартиры в домах, которые находятся в определенном микроучастке. Но здесь нужно учитывать один нюанс, говорят в управлении образования. Документом, подтверждающим прописку, которым вы подтверждаете принадлежность к своему микроучастку, является паспорт либо временная прописка. Им не является ни один документ, который подтверждает съем жилья, либо наим жилья. А в остальном список документов, которые должны предоставить родители, никак не изменился. Это заявление на имя директора, паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении, о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Запись скоро начнется, но родители, которые все-таки хотят побороться за место в определенной школе, смогут подавать заявление только с 1 июля. И зачислять детей не по прописке будут только при наличии свободных мест. В одной из самых популярных среди родителей 14-й гимназии, говорят, у них по прописке учится только 40% первоклассников. В этом году планируем набрать 4 класса, потому как дети, которые желают учиться в нашей гимназии с 1-го класса, уже посещают дошкольные курсы, так сказать. У нас организованы занятия для дошколят. Это наши потенциальные первоклассники, которые планируют к нам прийти для обучения в 1-й класс. Кстати, многие учреждения идут навстречу родителям и набирают дополнительные 1-й классы. В прошлом году такие открыли более чем в 20 школах. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко, Всеволод Никитин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин